И, всем привет! Сегодня я вам покажу, как использовать SMS-бомбер на Android, а также Linux, и, мы поехали! Чтобы воспользоваться бомбером, нужно скачать приложение Тирмакс, оно есть в плеймаркете. Это приложение эмулятор среды Linux, поэтому все, что я покажу дальше, можно выполнить на его консоли. Далее нам нужно дать разрешение на память. В противном случае программа не будет корректно работать в связи с тем, что после некоторых команд нужно будет устанавливать пакет данных и без разрешения Тирмакс этого сделать не сможет. Теперь мы переходим к действиям. Нам нужно ввести специальную команду, которая запустит установку Python, поскольку он нужен для функционирования бомбера. Все, что вам нужно, это ввести команду, которая у вас уже на экране. И начинается магия. А все команды и ссылку на Тирмакс я оставлю в описании под видео. Все процессы выполнения команд в ускоренной съемке, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. Когда завершена установка Python, мы переходим к следующему этапу. Далее нам нужно ввести команду, которая запустит установку бомбера. Процесс это не быстрый и может длиться от 3 до 10 минут в зависимости от соединения и мощности гаджета. И еще раз напоминаю, что выполнение команды я показываю в ускоренном режиме. Заранее хочу сказать, что во время выполнения команды никаких операций в Тирмакс проводить нельзя. Поэтому, чтобы точно знать, когда завершится выполнение команды, нужно ждать, пока появится знак доллара в командной строке. Любителям зелени пропустить окончание выполнения команды не грозит. Продолжение следует... А сейчас переходим к самому интересному. Мы будем запускать бомбер. Для этого нам нужно ввести одну из двух команд, которые я оставил на экране, после чего через браузер открывается интерфейс нашего бомбера. Теперь, когда загружен бомбер в левое поле, мы вводим номер жертвы, а в правое поле вводим количество атак. Сразу оговорю то, что бомбер нестабилен и имеет переменный успех, иногда несколько смс в секунду плюс звонки, а иногда 3 смс за минуту это максимум. Субтитры добавил DimaTorzok Итак, видео подошло к концу. Если вы хотите, чтобы я снял продолжение о том, как это же провернуть на Windows, давайте наберем 100 лайков и не менее 15 комментариев с просьбой об этом. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного, полезного и развлекательного контента. Всем спасибо за просмотр и пока.